Всем привет! Как всегда пришла нежданная зима к нам А вместе с собой принесла кучу проблем для автолюбителей И совсем не лишними будут три совета, которые я сейчас покажу Именно покажу, а не расскажу, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Итак, поехали! Итак, первый совет Как обычно бывает зимой Мы заходим в машину, заводим ее, если завелась, конечно Включаем печку, включаем обогрев сидений, чтобы немножко прогрелись И выходим чистить стекла от снега Но одна незадача Как правило, пока мы чистим стекла, машина более-менее прогревается, а сиденьки не успевают прогреться Это не очень удобно, потому что все-таки приятнее сидеть на теплых сиденьках И решить эту проблемку можно легко и просто Обычно с собой зимой я вожу вот такие подушечки Две штучки Одна для меня, другая для пассажира И после того, как я включил обогрев Я накрываю кресло подушечкой И только потом иду чистить стекла К тому моменту, когда я почистил стекла, у меня кресла уже под подушечкой хорошо прогрелись И можно ехать дальше в тепле уже Почему-то у жены подушечка с цветочками, а у меня подушечка с бараном Может скрытый подтекст, если я пока не понял, почему так Едем дальше Второй совет Как правило зимой Все наши дороги покрыты грязной такой кашей Стекла фар спереди достаточно быстро забиваются грязью И перестают фары светить при этом Днем-то ерунда, а вот ночью это очень неудобно Потому что не видно, куда едешь И так плохо видно зимой А тут еще и фары не светят Может быть вы заметили, часто вдоль дороги стоят люди И трут что-то там фары со снегом, пытаясь восстановить освещение Те, кто поумнее, берут с собой бутылочку воды в дорогу Но на сильном морозе вода, честно говоря, только вред принесет Если еще чуть-чуть дальше продумать этот момент То лучше взять с собой вот такую бутылочку Плотно закрывающуюся, допустим от ферри И залить ее заранее незамерзайкой Это поможет вам легко очистить фары, не испачкав руки Сейчас покажу как Пригодится вот такая щеточка, ее можно свиснуть у жены Это щеточка для мытья окон Поливаем фару и протираем ее Лед тает от незамерзайки, фара чистая Также с этой фарой И можно задние фары тоже так же протереть Если очень понадобится, можно протереть номерной знак Кстати, ГИБДД будет меньше докапываться Второй лайфхак кончился Переходим к третьему Зимой часто каша из снега и льда забивает колесные арки Да если хорошо приморозит, аж руль не поворачивается При этом кто-то ковыряет лед матировкой, кто-то бьет молоточком Но так можно, сами понимаете, и краску поцарапать, и крылья помять, и порог где-нибудь там покоцать Я советую взять заранее вот такую киянку, она резиновая И очень хорошо помогает отбить снег и лед с порогов Из колесных арок и из бампера Говорят на этапах ралли Вер Икс, которые проходят зимой Там у спортсменов техкоманды отбивает до 50-60 кг льда Вот смотрите, легко, пока снега конечно мало И так же можно пройтись по всей машине, отбить весь лед, ну конечно аккуратно На этом три лайфхака закончились, надеюсь они вам в жизни пригодятся Будут полезными, помогут справиться с суровой зимней нашей погодой Если у вас есть чем поделиться, делитесь в комментариях Я обязательно прочитаю, если будет интересно, даже сниму видео Ставьте палец вверх, если вам понравились лайфхаки для автолюбителей Будем продолжать Ставьте палец вниз, если не понравилось, не будем продолжать На этом на сегодня все Не забывайте подписываться Пока Пока